Уважаемые коллеги, всем добрый день. Давайте начнем. У нас сегодня традиционный управляющий комитет. Хотел бы пообсуждать основные моменты. Вначале традиционное ступительное слово. Видим, как ситуация резко нормализуется. Даже такое слово могу употребить. Положительная динамика по всем абсолютным направлениям. Но в любом случае мы еще не достигли тех уровней, которые были у нас в феврале-марте. Но на самом деле идем уже примерно по уровню 2020 года. Самое приятное, что мы все-таки июнь месяц работали в положительный финансовый результат. Откровенно говоря, в это не верилось, когда все это начиналось только. Сейчас мы фиксируем, пусть это небольшой, но все-таки плюс. После убытков мая это такой серьезный сигнал, что система у нас оздоровилась. Я считаю, мы очень хорошо поработали с качеством сервиса, с эффективностью, со скоростями внутри системы. У нас многие города, даже несмотря на такой, казалось бы, отпускной период, июнь месяц, все было нормально. Также мы сейчас должны думать о будущем, как сейчас быстро восстанавливаться. Потому что традиционная ошибка менеджмента, они привыкают, скажем так, все оптимизировать. А потом, когда надо реально быстро уже распружиниваться, не получается. Поэтому я предлагаю сегодня нам это активно пообсуждать. Я знаю, что мы очень много процессов уже запустили, неплохо растем. В июне месяце к маю мы серьезно переросли в доли рынка. Это тоже для нас важный индикатор традиционно. Мы видим, как меняется и потребитель. То есть очень большое значение все больше онлайн. Мы сейчас много продуктов делаем. Но все-таки самое главное, знаете, одно время говорили, что в каком году, по-моему, 2013 вышло, что в 2020 году риэлторский бизнес точно умрет. Все. А что происходит в 2022 году? Да он живее всех живых. И более того, там доля рынка растет, бьет все рекорды. Посмотрите, там сейчас последние данные банков, что проникновение риэлторского бизнеса за пандемию и сейчас за этот период только растет. Все. То есть оказывается, мы, я считаю, системно значимый игрок на этом рынке. Вот. Поэтому отдельно хотел поблагодарить всю нашу большую команду во всех городах, во всех странах. Был я вот в этом периоде времени во втором квартале, скажем так, и в Казахстане, в Узбекистане. Слушайте, прекрасно наш там бизнес развивается. Растем очень сильно. И там, и там уже риендируем. Вот. До этого был там в Белоруссии. Тоже в четвертом квартале. Тоже все хорошо. То есть, да, у нас сейчас где-то ограничено количество стран, где мы можем работать. Вот. Но там, где мы можем работать, мы будем максимально эффективны. Неплохо стартовали в Турции. В ближайшее время открываемся уже в Эмиратах. Уже там все технически практически готово. Вот вопрос времени. То есть, ну, я считаю, что в целом всем вызовом отвечаем. Далее. Следующую неделю, наверное, проведу в Санкт-Петербурге. Вот. Планирую там поработать. Вот. Сегодня вечером улечу. И, наверное, там пробуду столько, сколько необходимо. Вот. Чуть-чуть мне не нравится там динамик, прямо скажу. И хочу лично своими глазами, я считаю, руководитель должен не просто там сидеть в центральном офисе, а если где-то надо, то поехать неделю, может, две, если надо, и месяц поработать в другой территории. Об этом я и собираюсь заняться. Поэтому давайте начнем обсуждение, как нам сейчас быстро выходить в нормальный рынок. Да, я раз в основном даю столько возможностей. Потому что уже так давно уже хотелось поработать и на нормальном рынке. Не все время же там в кризисных условиях поработать. Все, давайте начнем работать.